КОНЕЦ КОНЕЦ Братья Заволокины, собиратели и исполнители сибирских народных частушек. А из-за леса выплывает молоко вареное, а мне не жалко молока, а жалко Миша пенку съел. А я в стакане отоплюсь, а не в стакане, так в чулане, из ухвата застрелюсь. Огромная тяга частушки. Человек не может... А потом, знаете, в чем она, допустим, интересна, вот скажем, в отличие от русской песни? Русская песня, там все-таки надо простушить ее, иногда сюжет целый. А частушка, она, знаете, маленькая, коротенькая, и она очень броско-эффектная, И она, как вот сказал Виктор Буков, например, Песня, она, говорит, под одной крышей для всех, а частушка, в ней, говорит, для каждого своя крыша. То есть это частушка, вам это, вам это, вам. Все цветочки, тканы, течочки, горох, стручки, милки, ручки. Денег нету, рук меняем, девок нету, не гуляем. Ниточка, катушечка, кармаса, скрипушечка, стукались и пряпкались, В окнах ней царапались. У нас батя был отличный гармонист. Он, говорит, вообще-то всех заиграл, это правда, мы ему верим. Он нас и научил играть, отец. А мать пела частушки всегда. И вот мы, собственно говоря, купили туда гармошку, начали тренироваться. Никогда не забуду, едет на лошади по улице верхом на коне, под мышкой гармонь, привез. Он, батя, хитрый был, он как-то так нас приучал, вот научимся немножко о своем. Он говорит, идите на улице поиграйте. Значит, а на улице почему? Я сейчас тоже понимаю, почему. Потому что на улице выходишь, соседка мимо проходит, подсаживается, послушала, оценила, спела. Либо хорошо играть, либо никак. Да, и поэтому, а если похвалила соседка, там еще кто-то, уже стараешься, уже хочешь на другой день выйти на улицу. И вот вспоминаются слова, которые нам сказал Андрей Порфирьевич Новиков, бывший руководитель Сибирского народного хора. Когда мы показывали первые частушки, он сказал, идите, ребята, по дворам, побирайтесь в народе, богатыми бойтесь. Рысь Ивановна! Здравствуйте! Здравствуйте! Тут не провалимся, а? Утонешь, милочка, поплывешь, как рыбочка. Вы нас извините, что мы вас от дела отвлекаем, но сказали, что вы частушек много знаете. Проходите, проходите, пожалуйста, не бойтесь, не бойтесь. Куда проходить-то? Поближе к проруби. Ай, надо же, молодой и боится. Как вам воробей-то не утонет. Так вот она как, на речке была, полоскалась. Точно. С гореньки спускалась, за травой подержалась, а за тебя, мой дорогой, убегом собиралась. А что такое убегом, а? Как убегом? Не воруют, а мы сами убегаем от матерей. Ну, спойте еще одну-две частушки, что-нибудь, а? Потому что так хочется записать. У вас напев какой-то такой интересный? А? Про любовь что-нибудь, про измену. И годиночка бросает, а я им не дорожу. Я такими ухажерами за плоты дорожу. Гармонисты выделялись на виду? У нас было, знаешь, четыре брата Ореховы. И все они были замечательные военисты. Ой, тут уж они были. Ну, лучше их вообще никто не играл. Очень хорошие. А сейчас уже умерли, да? А их всех четыре убили на фронте. Четыре брата всех, как один. Всех до одного убили. Ой, война, да ты война, Ты меня обидела, Ты заставила любить, Кого я ненавидела. Ты заставила любить, Кого я ненавидела. Целый роман в двух строчках. Молодежь поет, мне кажется, меньше, потому что... Вернее, она не совсем то поет, молодежь. То есть у них уже какие-то впечатления больше такие книжные, какие-то от эфира, так сказать. Они уже просто видели, они могут под Мордасову петь, под кого-то еще. А раньше они пели под маму, под бабушку, под тетю Фенью, под тетю Буруню. Я в своем... Нет, не то опять запел. Дома, давай, давай. Балалайечка гудок И разорила весь домок, А сахата воронада Весь домочек собрала. Ой, цыганы, вы, цыганы, Вы зачем приехали? Завлекли мое сердечко, Сели, да поехали. Ну, ше-ганы. Ой, вкуснях. Ой, не, не, вот. Ох. Ты на меня, что я ветряная, А я такая боевая и приветливая, у-у-у-у! А я пока не замотаюсь, сам я замотаюсь, После этой юмотанц полюбить за каючком. Поли-рож, поли-рож, рож не родиться, 25 годов замуж не годиться. Правильно. А вот решите познакомиться с этим пареньком, довести его до дела, чтобы качало ветерком. Гармонист, гармонист, рубаха зеленая, почему же гармонист, хата разваленная? Я бывала, называла Шура, Шура и Шурок, а теперь я называю от ботиночка Шнурок. Я такая гармошка, это чей такой игрок? Оборвать бы ему руки, а гармошку под порог. Гармонистам за игру, за игру, игру чую, два соленых огурца картошку рассыпу чую. Каждая такая встреча останется в их памяти надолго. Потому что растревожила она душу своей искренностью, щедростью народного таланта. И потому что стала частью их творчества. Ты играй, играй, товарищ, говоришь, что не устал. Тебя милка разлюбила, говоришь, что сам отстал. На горе стоит избушка красной глиной мазана, там живет твоя подружка за ногу привязана. Милка, пойдем-ка, до дому уже светает. Белый туманчик укроет, нас не узнают.